Всем привет! Сегодня в обзоре часы Timex. Номер модели я сейчас покажу. Модель называется T2P040. Часы с кожаным ремешком. Чёрного цвета. Толщина корпуса 13 мм. Обратите внимание, что вот эта часть сделана из полированного металла. А вот эта часть безель сделана матовым. Ремешок кожаный. Стильное сочетание контрастного ремешка. Приблизительно натурального цвета. Обратная сторона тоже кожаная. Приятный на ощупь. Мягкий ремешок. Задняя крышка из нержавейки. Диаметр корпуса 42 мм. Часы не тяжелые. Около 60 грамм. Покажу поближе. Полностью черный циферблат. Из интересного. Календарь сделан ретроградный. То есть полукругом. Сейчас покажу как. Переставляется дата. Хочу показать как перещелкивается календарь. Сейчас будет момент. Обратите внимание. Переключился календарь. Часы очень красивые. Все надписи сделаны в тон ремешка. Таким цветом верблюжий. Такой желтый цвет. Я не знаю, верблюжий он называется. По-моему этот цвет. На стрелках на часовой и на минутный светонакопитель. Вот эти треугольники. То есть вот этот верхний треугольник. Вот здесь по бокам. Вот эти четыре указателя. То есть 12 часов, 3 часа, 6 часов и 9. Со светонакопителями. Нижний циферблат показывает время в 24 часовом формате. Вот этот маленький циферблат показывает дату. Вот. Ну и календарь, как я уже сказал, ретроградный. То есть выполнен полудугой. Такой переключается и показывает день недели. Какие, на мой взгляд, эти часы имеют недостатки? Я их ношу два. Да, стекло минеральное. Стекло минеральное утоплено. Практически западлицо сделано с корпусом. Безель не вращается. Теперь о недостатках. Ну, как недостатки. Кому-то они не покажутся недостатками. Для меня это небольшой недостаток есть. Значит, вот этот календарь. То есть как бы календарь, который выполнен вот по такой технологии. Я просто из собственной практики говорю, что не совсем удобно пользоваться. Ввиду того, что получается мелковатые цифры. И второе, опять же, второй недостаток, который относительный. В общем-то, если бы это были часы не Timex, а какой-то другой марки, это бы вообще не считалось недостатком. Но вот для Timex это именно недостаток. Потому что здесь не присутствует фирменная подсветка Indiglo. Но настолько уже все избалованы этой подсветкой, что отсутствие ее воспринимается как недостаток. Хотя, если бы это были другие часы, там просто априори нет такой подсветки. Вот такие два относительно недостатка я нашел. Покажу, как часы смотрятся на руке. И сейчас покажу, как работает светонакопитель. Вот. Значит, четыре часовые метки вверху большая и три маленьких. И все три стрелки оборудованы или оснащены или нанесен на них светонакопитель. Правильно сказать так. Вот такая получилась модель. Красивая и интересная. Если вам понравился обзор, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.